Полигон В Барнауле резко возросло число больных ОРВИ и гриппом. Росту способствовала теплая погода. Если это будет необходимо, то в ближайшие 1-2 недели, вероятно, будет введен уже тотальные ограниченные мероприятия. С 12 января кинотеатр «Родина» прекращает свою работу. В чем причина и как реагируют на этот факт барнаульцы? Его не надо закрывать, потому что в нем сохранилась какая-то душа, что ли. Какой-то он уютный, домашний такой кинотеатр. Это информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко. Здравствуйте. В Барнауле проходят первые публичные слушания по поводу нового генерального плана развития краевой столицы. Обсуждения будут продолжаться всю неделю в разных районах города. Сегодня в Центральном для жителей этой территории один из самых острых вопросов – предложение строительства нового полигона твердых бытовых отходов. По новому генплану он должен появиться за барнаульским поселком Бельмесева. Жителей близлежащих населенных пунктов этот факт возмущает. Инициативная группа собирала подписи против появления полигона, который, как считают некоторые, ухудшит экологию чистого района. Анастасия Драган выслушала мнение горожан накануне обсуждения. Дышать легко осталось недолго. С таким страхом вошли в Новый год жители поселка Бельмесева. Возможно, уже летом здесь впервые вдохнут ароматы свалки, которую планируют разместить неподалеку. Планы чиновников занесены в генплан Барнаула. В данном направлении будет находиться, согласно генплану, полигон. И оттуда же дует у нас в основном ветер. Размещать на такой территории свалку, тем более в нашем понимании свалка, это же действительно, это птицы, мусор и вонь. И речь-то идет пока только об этом. Но это, мягко говоря, неумно. Кто-то очень премудрый принял такое решение. Я думаю, что этого премудрого поправят. Возмущен практически весь поселок, а с ним еще Южный, Лебяжий и 14 других, а также три десятка садоводств. Все они попадут в так называемую зону поражения. Таково заключение независимых архитекторов, которые критикуют планы властей. Садимся в машину, засекаем время от жилых домов до будущего мусорного полигона. От поселка Бельмесева до предполагаемого места полигона мы доехали всего за 6 минут. И вот с этой точки, если по прямой брать, чуть больше километра, и будет вот эта огромная территория, площадь почти 70 километров. Для сравнения, это треть площади поселка Южный. Владимир Воробьев, застройщик микрорайонов Бельмесева, с ужасом рассуждает о последствиях такого экологического решения. У нас в конюхе дороги нет, в поселок, который считается населенным пунктом. Эту дорогу содержать нереально совершенно. На мой взгляд, будет завалено все в округе, то, что не довезут до полигона. Бороться за чистую жизнь он намерен решительно. Уже готово письмо президенту против тысячи голосов. Но по подсчетам жителей, потенциальных жертв намного больше – 300 тысяч. И если их поселок пострадает от воздуха, то остальным барнаульцам угрозы стоит ждать из-под земли. Специалисты Института водных проблем не понимают выбора места для расположения полигона. Он будет размещен в зоне ЗСО, источника пятивода, снабжения города Барнаула. Второе – никто не проводил изыскания. Нет, мы не одобряем. Изначально, когда затребовали орган, у органов местного самоуправления информацию, мы такой информации не имели. Конкретного места положения. Да, конкретного места положения. Появится здесь полигон или нет, будут решать все стороны. Первые общественные слушания проекта состоялись. Подробнее мы расскажем завтра. Кстати, известно, что в 80-х годах на этом же месте власти уже хотели организовать полигон. Но тогда, по вышеназванным причинам, эксперты проект зарубили. И воплощен он не был. Анастасия Дороган, Николай Шелко, информационный канал «Город». Как сообщил сегодня около 17 часов, наш корреспондент Илья Кочетков, который находился в поселке Центральный, публичные слушания были сорваны. Причиной он назвал тот факт, что всех желающих участвовать в обсуждении генплана Барнаула, зал Дворца культуры поселка просто не смог вместить. Подробный материал о том, что происходило сегодня в Центральном, смотрите завтра. Слушания, которые должны пройти в других районах города, состоятся согласно плану их проведения. Из оттепели в мороз погода продолжает преподносить сюрпризы жителям Барнаула. Улицы в снегу, местами гололед. Еще одна опасность – падающие с крыш сосульки. Пока без серьезных происшествий в числе пострадавших автовладельцам, точнее их машины. Какие места стоит обходить стороной, знает Кирилл Политов. Об этом и не только расскажет в рубрике «Коммунальный патруль». Приезжает в любое время суток. В любое время. Днем, ночью. Право на чистый воздух. За глоток свежего борется пенсионерка Алифтина Николаевна. Пока, правда, безрезультатно. Ну а загазованность? А газ стоит почти до обеда с газом. Они начинают разъезжаться. Зимой долгий прогрев машин заканчивается дымовой завесой в комнате. Летом громкая музыка и веселье. Проблемы начались, когда водители стали массово парковать авто прямо под окнами дома. Паркуются, уверяет женщина, не по правилам. На газоне. В борьбе с недобросовестными автолюбителями пенсионерка якобы заручилась поддержкой всего дома. На общем собрании жильцы решили, двор должен быть свободен от машин. Вот только соблюдают новые предписания далеко не все. Шумы, все те же автомобильные выхлопы по-прежнему проблема, говорит Алифтина Николаевна. Обратилась за помощью к чиновникам района и к местному участковому. Пока безрезультатно. Я четыре заявления написала участковому только. И там тишина. С начальником милиции разговаривала. Разговаривала с нашим управляющим нашей компанией, которая обслуживает дом. Он говорит, я не знаю, что делать. Вот я не знаю, что делать. Как вот вам помочь? Я говорю, ну а как? Вы же обслуживаете наш дом. Что-то хлопочите, что-то делайте. Другая часть города и совсем другая история. Мины замедленного действия. Наверняка закон гравитации проделает с этими сосульками то, что обязаны сделать коммунальщики. Вот этот двордома с номером 146 по улице Георгия Исакова словно на сплошная опасная зона. Кровля практически по всему периметру заросла сталактитами. В большей степени там, где расположены подъезды. Под возможный удар попадают прохожие. Все, на что пока решились мастера компании «Прогресс», вот эти сигнальные ленты. Получился своеобразный призыв. За нее лучше не заступать. Вот только, судя по ледяной угрозе, зона поражения будет гораздо масштабней. Горожане даже стали спорить, что случится раньше – падение сосулек, либо визит на крышу альпиниста. Пока первый исход в лидерах. Ну, честно говоря, страшновато. У нас как бы огородили те моменты, где сосульки весят такие основательные. Но все-таки всегда опасаемся, смотрим на крышу, чтобы не упало ничего на нас. Приличные экземпляры выросли на многих крышах, уверяют барнаульцы-эксперты. В свою очередь дают советы. Если услышите шум, когда проходите под заснеженной кровлей, не стоит останавливаться или бежать. В таком случае надо прижаться к стене. В существующей проблеме жители склонны винить коммунальщиков, мастера, нестабильную погоду. По мнению нашего эксперта, руководителя компании ДЭС-2 Владимира Литасова, никакие отговорки не могут защитить работников управляющих организаций от ответственности. В каждой компании, считай, как наши, допустим, на перечет, мы знаем все эти дома, где образуются сосульки и, как называемые, снежные шапки. Безусловно, мы меры принимаем, ну, я говорю о рейдах ежедневных, смотрим на весло, не на весло. Если, допустим, мы не можем сбросить в этот день, то обязательно ограждение лентами оградить. И однозначно эта управительская компания должна обеспечить сброс этих сосулек. Ну, сосульки сейчас появляются, там, где верхняя разводка. В основном это снежные шапки сейчас, которые снег сползает с крыши. Видите, температура колеблется, там, то минусовая, то почти что плюсовая. Поэтому подтаивает снег, он сползает. Дело управляющей компании обязательно очищать. Десятки фасадов в этом сезоне только предстоит обезопасить коммунальщикам. Мастерам стоит поторопиться и очистить кровли до серьезных морозов. В противном случае сосуляк будет еще больше. Падения все же случаются, благо пока без серьезных последствий под огнем автомобилисты и их имущество. Напоминаю, обращения с жалобами на коммунальные службы мы по-прежнему принимаем по телефону в Барнауле 722-301. О самых актуальных расскажем в ближайшем выпуске коммунального патруля. На этом все. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город». В Барнауле резко увеличилось число больных ОРВИ. За время новогодних праздников эпидемический порог превышен на 50%. Врачи не исключают, что в ближайшие две недели в краевой столице могут вести карантин. Сегодня об этом сообщили журналистам в Министерстве здравоохранения Алтайского края, подводя итоги каникул. Рассказывает Ольга Калачева. Больше всех в новогодние каникулы пришлось потрудиться врачам скорой медицинской помощи. Количество обращений в службу 03 в крае увеличилось сразу на четверть. Преимущественно звонки поступали от жителей трех крупных городов – Барнаула, Бийска и Рубцовска. Но бесспорным лидером стала краевая столица. По словам врачей, в основном барнаульцы вызывали скорую из-за тяжелого течения ОРВИ. Теплая погода, которая способствовала увеличению заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе Барнауле и в пригороде. То есть она повлекла за собой увеличение вызовов. В целом новогодние праздники прошли без серьезных ЧП, за исключением столкновения в косихе двух пассажирских автобусов. 88 жителей края не рассчитали свои силы и переборщили со спиртным. Один получил травму кисти из-за неосторожного обращения с пиротехникой, 20 обварились кипятком. А вот обмороженных на этот раз не было. Меньше людей в дни новогодних каникул увозили врачи из горок. Причем серьезных травм жители края практически не получали. Медики уверены – горки стали менее травмоопасными. У нас именно вызовов скорой медицинской помощи на все мероприятия на горках в крае всего 23 вызова. Из них 22 были связаны как раз с получением легких каких-то травм именно при катании с горки. И один вызов был связан с обострением хронического заболевания. Уже завтра во всех школах края, как и всей страны, начинается третья четверть. Врачи не скрывают, что ждут резкого подъема заболеваемости ОРВИ. Кстати, во многих больницах и поликлиниках Барнаула уже введен масочный режим. Температурищих больных принимают отдельно от всех остальных. В дальнейшем будем реагировать по ситуации. Если это будет необходимо, то в ближайшие 1-2 недели, вероятно, будет введен уже тотальное ограничительное мероприятие в виде карантина. Ольга Калачева, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Некоторые алтайские пенсионеры единовременную прибавку к пенсии получат уже 13 января. Напомним, размер выплаты – 5000 рублей. Всего до конца января деньги получат 755 тысяч алтайских пенсионеров или каждый третий житель нашего края. В общей сложности на единовременную выплату для наших земляков пенсионный фонд направит порядка 4 миллиардов рублей. Большинству получателей средства перечислят на банковские карты. Остальные получат их через почтовые отделения. Напомним, что разовую пятитысячную прибавку к пенсии выплачивают взамен второй индексации прошлого года. Такая мера по расчетам аналитического кредитного агентства России позволила сэкономить 550 миллиардов бюджетных средств. При этом, если взять в расчет размер первой индексации всего 4%, общее повышение выплат было ниже уровня инфляции. По самым скромным оценкам, в 2016 году она составила 6%. Что касается повышения пенсии в этом году, то руководство пенсионного фонда неоднократно заверяло, что оно будет не меньше, чем на официальный уровень инфляции. Возвращаемся к привычной индексации пенсии, полноценной индексации пенсии. И я думаю, что... На уровень инфляции? На уровень инфляции, да. Тем, кто родился после 2014 года, по достижении имя совершеннолетия, не будут продавать сигареты. Минздрав России подготовил новую антитабачную концепцию. Запрет может начать действовать в 2033 году. Также предполагается полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородним и международным пассажирским перевозкам, на остановках общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Документ с запретительными мерами уже разослан различным ведомством для одобрения. Ну а сегодня мы спросили у горожан, как они относятся к этой инициативе. А как можно запретить человеку курить? Хочет курить, не хочет, не курить. Я считаю это дурость. В принципе, инициатива-то неплохая, чтобы люди были здоровы и не болели раком легких. Я курил с детства, бросил курить уже 15 лет. И меня не тянет и не манит, и, как говорится, никаких ощущений. Что курил, зачем, для чего я. Никогда не запретит Минздрав. Как он запретит? Если все время, Господи, стоят, они же видят, как взрослые курят, так и дети. Они же сейчас современные. Я вот девчонкам, которые, когда вот прохожу так по тротуару, они стоят, курят. Ну и бывают такие худенькие, дробненькие. Я говорю, ну и больше не вырастешь. Почему? Да я потому, что ты куришь. Ну разве можно? Не курю сам, и неприятно, когда табачный дым рядом. Ну а конкретно отделить отдельных людей по году рождения и запретить совсем, ну, думаю, это, наверное, неправильно. А почему неправильно? Дискриминация. Погода хорошая, курение – это вредно. Где в Барнауле находится улица имени товарища Сухова, но не героя фильма, а вполне реального человека, расскажет Илья Кочетков в своей традиционной рубрике «Улицы столицы». Улица Петра Сухова. Многие, слыша эту фамилию, вспоминают фильм «Белое солнце пустыни» и его героя – товарищ Сухова. И далеко не все сегодня уже помнят, в честь кого на самом деле названа эта Барнаульская улица. Сегодня мы вспомним этого более реального, чем киногерой, но не менее легендарного человека. Петр Сухов – убежденный коммунист, родился неподалеку от Уфы. В 1918 году командир красногвардейского отряда. Когда Барнаул в очередной раз захватили белогвардейцы, вместе с двумя сотнями сторонников новой власти кинулся на помощь. Увы, спецоперация не удалась, город не освободили. Сухову поручили вывести остатки красных, около 2000 человек, на юг, аж в Туркестан, на соединение с Красной Армией. Путь был страшный. Белые гнали красных так, что до горного Алтая дошло несколько десятков. В районе села Тюнгур отряд был окончательно разгромлен. По воспоминаниям современников, белые захватили и обоз с утварью, которую красные реквизировали у местных жителей. Уничтожив остатки красного отряда, белые присвоили то, что отняли. И вот здесь рождается легенда. Поговаривают, что не все золото досталось белым. Кое-что товарищи Сухова успели спрятать в одной из окрестных пещер. Красное золото, белое золото будоражит умы людей во все времена. Историю, как известно, пишут победители. Когда советская власть установилась в стране окончательно, имя Петра Сухова накрепко вошло в советский героический пантеон. Но улицу назвали в ее честь далеко не сразу. Она появилась в годы Великой Отечественной и тогда называлась Пятый заводской проезд. А заводской, потому что изначально, еще в войну, здесь селились работники эвакуированных заводов. Нынешние имена, например, Эмилии Алексеевой, Петра Сухова. Эти улицы стали получать в 50-х годах, 20-го века, когда по стране пошла мода называть улицы именами героев гражданской войны и революции. Характерная примета этой улицы – вот такие двухэтажки, которые ошибочно называют сталинками. В 50-е годы 20-го века, когда жить стало немного, но лучше и веселее, их стали возводить вместо бараков и частных домов. Знаменитые двухэтажки на потоке. 8-10 квартир, высокие потолки, прекрасная планировка даже по нынешним временам. Очень неплохие квартиры. Когда-то получить здесь квартиру считалось немыслимой удачей. Предполагалось, что простоят они лет 20-30, ну 40, не больше. Потом им на смену придут многоэтажки. Увы, дома стоят до сих пор. Стоит лишь оценить, насколько тогда серьезно относились даже ко временному жилью. Впрочем, многоэтажки понемногу наступают на старый поток. Хотя некоторые почти музейные элементы хочется хоть как-нибудь досохранить. Смотрите, какая коллекция типично советских уличных светильников. А эти непременные подставки под первомайские флаги чего стоят? А вот это маленькое здание, это местная достопримечательность. Здесь аж с 50-х годов размещается до сих пор фотоателье. Поколение, поколение жителей этой улицы пользуются его услугами. До сих пор, судя по всему. В 80-е годы на одном из домов была установлена памятная доска. Дело вкуса, конечно, но лично мне кажется, потомки обошлись с обликом красного героя как-то не очень вежливо. Впрочем, невольно думаешь, а что, если бы история повернулась иначе? Если бы отряду Сухова удалось, задумано это возможно, летопись гражданской войны пополнилась бы историей о том, как красноармейцы героически преодолевали горные перевалы, ледники. Фильмы бы про это снимали, передачи. Увы, получилось по-другому. Остаться в истории. Можно по-разному относиться к советской власти, но давайте согласимся, судьба погибшего отряда, тщетно рвущегося к спасению, не может не трогать сердце и сейчас. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Кина не будет, потому что зрителей мало. Старейший кинотеатр города «Родина» прекращает свое существование, и это уже не слухи. Подробнее Елена Кузовкина. Кинотеатр «Родина» построен в 1941 году. Тогда он был чуть ли не единственным культурным местом массового отдыха и пользовался огромной популярностью у жителей Барнаула. Но времена меняются, меняются и потребности. На смену камерным залам пришли роскошные с хорошей аппаратурой. На их фоне кинотеатр «Родина» стал меркнуть, и по мнению генерального директора крупной киносети, грустный финал был неизбежен. Он не рентабелен давно, но 2016-й был годом российского кино. Поэтому мы отработали прошлый год и новогодние праздники, когда было много премьер. А с 12 января наш кинотеатр в «Родине» перестает работать. К сожалению, комментировать эту тему на камеру Яков Кац категорически отказался. Лишь накануне неохотно побеседовал с журналистами электронных СМИ. Но то, что кинотеатр «Родина» уходит в историю, уже никто не отрицает. Считаю, что это неправильно, что его не надо закрывать, потому что в нем сохранилась какая-то душа, что ли. Какой-то он уютный, домашний такой кинотеатр. Не знаю, мы в него специально пошли. Конечно, плохо. Почему? А потому что привычка была раньше сюда ходить. Смысла не вижу, закрывать его зря. Вот вы сейчас были на сеансе, там много зрителей? Да. Да, весь зал был. Полный зал был? Да. Что будет располагаться в этом здании, до сих пор официально не сообщают. В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что сюда, возможно, переедет Барнаульский планетарий. Чиновники и руководители Звездного дома однозначных ответов не давали. Хотя директор планетария Павел Ягодкин сказал, что здание на проспекте Ленина, 19, подходит им по всем параметрам. А возможно, сюда переедет планетарий. Как к этому относитесь? А планетарий, он же где-то в парке. Да. Ну, знаете, в принципе, если это вот надо городу, если это целесообразно, то и пожалуйста. Было бы неплохо увидеть новый, если он будет как-то улучшен по сравнению со старым, в котором он был еще давно в школе, и мне он тогда уже показался староватым. То, в принципе, я считаю, будет неплохо. А кинотеатров вот так у нас хватает, как в торговых центрах. В ближайшее время мы постараемся получить какой-либо официальный комментарий. Известно, что Барнаульский планетарий свое прежнее здание должен освободить в 2018 году. А уже завтра в кинотеатре «Родина» состоится последний прощальный киносеанс. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». В центре Барнаула на продажу выставлен памятник архитектуры регионального значения. Бывший дом купца Морозова по улице Ползунова ищет хозяина. Означает ли это, что город лишится исторического здания, узнавал наш корреспондент Алексей Янкин. Историческая ценность есть. Так говорят о здании на Ползунова музееведы и краеведы. Это сейчас здесь снимают офисы 19 небольших фирм. А в начале прошлого века особняком владел один из крупнейших купцов Барнаула Андрей Морозов. Интересная история здания и в советский период, отмечает научный сотрудник музея «Город» Руслан Кожакулов. В 30-40-х годах в здании располагался Народный комиссариат внутренних дел. Соответственно, и были допросы в этом здании. И уже это говорит о том, что здание имеет историческую ценность на сегодняшний день для города Барнаула и Алтайского края в целом. Как здание оказалось в частных руках, история умалчивает. Но такую судьбу в постсоветский период разделили многие дома в городе, в том числе памятники архитектуры. Сейчас ясно одно – хозяин больше не хочет владеть старой постройкой, иначе вряд ли выставил бы ее на продажу. Цена объекта не разглашается, но исходя из рыночной стоимости одного квадратного метра в центре, а она колеблется в районе 50 тысяч рублей, финальная сумма составит несколько миллионов. В том, что здание сменит собственника, Марина Ракина, президент Краевого Союза, видит больше положительного для города, чем отрицательного. Мы порассуждаем следующее, что если сегодняшний собственник не готов менять что-то и реконструировать это здание, или делать капитальный какой-то ремонт, то, конечно, лучше его продать, и покупатель обязательно будет понимать, какие последствия его ждут с точки зрения реконструкции или капитального ремонта этого здания. Новый владелец, покупая здание, должен подписать охранные обязательства, поясняет Марина. Учитывая состояние здания, это будет очень кстати. Если фасад еще выдерживает критику, то торец здания, его двор и в особенности сами помещения уже нет. В качестве положительных примеров смены собственника у памятников архитектуры, риэлторы обычно называют магазин «Красный» и здание по адресу Льва Толстого, 15. Алексей Янкин, Павел Лауранин, информационный канал «Город». Завтра в Барнауле ночью до минус 12, днем до 10 мороза. Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok